Я буду проводить дозаправку влаги. Ну, не обязательно её организовать таким образом, но как демонстрация. Вот прогорели угли, дрова прогорели. Я покажу. Тут я снимаю, и видно колосники. И вот так, если я буду лить воду, то образуется такой кратер охлаждённых углей. То есть, если бы я лил на какую-нибудь поверхность разогретую, то было бы, ну, больше литра воды ушло. Образуется просто чёрный, вот сейчас, может, видно, вот образовался такой чёрный кратер. А вокруг идёт горение. Теплоёмкости углей невысокая. Они быстро охлаждаются. Нету такого эффекта, если бы это падала влага на раскалённое железо. Теперь, как видно, горение опять возобновилось. И я теперь просто прикрываю. Прикрываю этот кратер тёмный, угляный. И весь процесс продолжается. Дозаправка влагой произошла. Как вы видите, я вылил воду. И никаких проблем с горением. Вот я полностью бутылку вылил. Больше 1 литр 250 грамм. Эффект налицо. После дозаправки влагой вот таким образом выглядит топка. Идёт плавное загорание углей. Снизу видны тёмные угли. И колосники, на которых они лежат, они, в общем-то, и не нагреваются. Так как они постоянно охлаждаются испаряющей влагой. От испарения влаги. А вот вместо кратера, куда я заливал больше 1 литра воды. Ну, я не знаю, будет видно. Температура резко возрастает после этого. Туда-куда ударяет поток воздуха и происходит основной процесс горения. Поэтому задние части колосников я подкидываю в эту область. и выделяю salvar их. Это станет Forgive И выделяю página 12 секунд. Поколение о Vinour you зап видел ав Б и б